У нас сейчас вопрос стоит о том, что школьные территории заброшены. Школьные территории заброшены. Мы уже поднимали этот вопрос давно. Целесообразности содержать вот такую большую территорию, это надо ухаживать за этим. Понятно, раньше, когда мы учились, вот эта большая территория, она была загружена. Мы играли в футбол, была продленка, и больше времени дети проводили на территории школы. Хоккейные площадки были у нас, мы собирали макулатуру, металлон, как говорится. Но сейчас надо подойти к этому совсем по-другому. То есть вот это футбольное поле, оно не загружено. Я вот вижу в будущем вместо этого футбольного поля, вот типа площадки нашей башкирской дворики. Потому что, чтобы наши дети в основное время свое проводили здесь, на школьном дворе, что тут, какой положительный эффект? Во-первых, дети чем-то заняты, это раз, больше времени будут проводить на улице. Во-вторых, будут под присмотром, и всегда можно в ручном управлении на кружки их собирать. А кружки обязательно должны бесплатные быть. Вот у нас вопрос стал по поводу территории. В школах очень большая, не загруженная. Правильно? Ну а что, чем загружать? Вот здесь бы, допустим, башкирские дворики поставили бы, да? То есть детские площадки, мини-футбольные площадки, теннисные площадки, волейбольные. Это же территория школы. Нет, понятно, территория школы. А что, это лучше, что ли? Ну, они же тут занимаются спортом, они же бегают. Ну, вот именно, теннисные площадки, это было бы лучше. Вот проект, а здесь вот что, смотрите, вот столько, пустырь практически. Пустырь практически. Вы, видимо, здесь живете, вы здесь учитесь, да? Да, здесь учитесь. Вот видите, что бы вы видели, хотели бы видеть здесь, в ближайшем будущем? Турники, турники, возможно, заниматься, чтобы площадки волейбольные, футбольные, теннисные. Более современные, скажем. Да. Вот башкирские дворики, как раз здесь смотрятся, да? Вот, которые установили в городе. Да, да. И меньше ломали бы. Сейчас вот башкирские дворики хороши, спасибо, да, исполнительные власти, их установили. Не знаю, конечно, по какой цене, но там в основном днем дети, а к вечеру приходят, ну, как говорится, родители верзилы, курят, пьют, ломают. Вот, а здесь бы все было под присмотром, правильно? Да. Давно вот пишем, мы в Ахмадинуру обращались, год назад, по поводу асфальтирования, вот этих дорожек, все. Короче, тишина. Вот сюда вот надо попробовать все-таки это, башкирские дворики затащить. Я и, конечно, руководству города буду обращаться, может быть, и в министерство, надо какой-то эталон сделать, образец. Вот и потом здесь мы посмотрим, как все заживет по новой. То есть дети здесь будут играть, тренироваться, вот как мы сейчас вот спросили, да? Здесь заборы надо немножко отремонтировать, ну, уже стыдно-то, совдыповские заборы. Хоть мы Советский Союз ругаем, все равно на ихних дорожах мы живем. Вот это вот, что вот это вот? Вот это что такое? Вот это вот что? Денег нет, но вы держитесь. Нет, деньги есть, только куда они уходят. Да, там вот ту сторону есть посмотреть. Нет, вот это вот, что сделали там, типа это, зимой может обрушиться на кого-то? Ну вот и заперегородили тут. Непонятно, а что, вот это вот во время каникул нельзя было отремонтировать или что? А как, за чьи деньги? У них есть деньги, мы это очень, в бюджете, республике закладывают очень много денег. Не дают же, они же не доходят. Как не дают, значит не просят. Так не дают, не, не, так просит. Просит. Я сам говорю, Хромадинур в приемное обращение занес, а благоустройство школы я в том году занес, осенью. Он только мячики привез сюда и все. Ну ладно, хоть мячики привез. Тут все, сколько бумаг мы писали, заявлений. Оно вот так, денег нет, все. Или рассмотрим в каком-нибудь году, веке. И попробуем мы сейчас вот именно заложить вот эту школу. Писали, писали, мы здесь не первый год писали, чтобы выделили деньги на ремонт, на асфальтирование, на все, все, все. Тут даже ППМИ пытались как-то запустить, но это уже... ППМИ сюда, зачем? Ну это вымогательство получается. Конечно. Это бюджетное учреждение содержать, за счет родителей это глупо. Да и это противозаконно. Ну для них-то это уже привычка. Так нет, ну это же противозаконно. Они же вон по телевизору даже пиарят. Так это они и говорят, им легче так жить просто. Трубы меняют по ПМИ, крыши по ППМИ, окна по ПМИ. А тогда зачем мы налоги платим? Не знаю. Вот. Это все школы наши городские. Так что надо было начинать, не с леса. Там где вот наши дети олигархов учатся, там еще вроде как за счет них содержатся. Я же знаю, вот этот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА